Херсон под постоянными обстрелами российской армии. Взрывы здесь звучат каждые полчаса. В ночь на пятницу, 16 декабря, прицельным огнем из артиллерии российские войска нанесли удар по многоэтажному дому. Несколько квартир на верхних этажах полностью сгорели. В одной из них была женщина, и ее спасти не удалось. Приблизительно в час ночи сильный хлопок, сильный шум и дым. И гарь, запах гаря. Я живу на третьем этаже, выбегаю на балкон, стекла нет. На балконе и пожар. Я поднимаю вверх голову, восьмой-девятый этаж горят квартиры. Залетела, получается, на восьмой этаж. Женщина спала, живьем сгорела сразу. Дочка у меня здесь на первом этаже живет, ей пробило крышу. Маленькая внучка, год и 11 месяцев, дитя, испугалась очень сильно. Взрыв, да, для ребенка стресс. Ребенок полжизни провел в оккупации. Вот сейчас вот... Несколько жильцов многоэтажки с тяжелыми ожогами сейчас находятся в больнице. Это было не единственное попадание. В результате обстрела пострадало также несколько пятиэтажек. Выбитые стекла и разрушенные балконы, такие последствия в Херсоне считаются легкими. Как оно у вас получается, окна вылетели сюда, наружу? Ну, у меня на третьем все внутрь влетело. Главное, что были закрыты шторы, получается, и шторы приняло на себя все стекла. Нормально. Свои окна Игорь зашил пленкой еще ночью. Теперь помогают соседям. Добрые люди сказали, фанеру дадут. Только надо размеры дать. У нас мебельная фабрика рядом как раз. Вырежут ребята все без проблем. А мы уже потом поможем, соседям ставим. Главное, что живые остались. А это, говорит, купим, заработаем. Слава Богу, будет все хорошо. Все. Тут мы закончили. В этом доме никто из жителей не пострадал. Я-то тут лежала, оно все, оно как на нас посыпется. Это ужас. Эти люди не боятся ни Бога, ни... Ничего, как же так можно стрелять у людей? Из-за постоянных обстрелов в Херсоне, перебои с энергоснабжением и мобильной связью. В некоторых районах до сих пор нет тепла и воды. Мишень российских оккупантов – критическая инфраструктура города. После русского мира. Хайя мог рейти. Мы водопровод сами починили, запаяли. Осталось отопление трубы, пластик. Но, там, конечно, денег придется потратить нормально. Как вы без тепла тогда входите с сайта? За гуляем. Слава Богу, газ есть. В общем, как-то так. Со светом сейчас перебой. Ну да, ну даже по всей Украине сегодня. Поприлетала сегодня полукоряне без света. Ничего, мы переможем этих собак русских. Часто сейчас такие обстрелы здесь? Ой, они же не прекращаются ни днем, ни ночью. Ни днем, ни ночью. Я сегодня на работу пошла, стреляли. И возвращалась тоже. Стоишь и не знаешь, идти дальше или возвращаться, или где-то прятаться. И уже боишься не под дерево и под дом. Уже и домов боишься. Раньше, как, если что-то бахнуло, бежишь или в подъезд, или возле дома где-то стоишь. А теперь уже, когда видишь, что они то первый этаж, то девятый этаж, то в середину, то сбоку, то сикость-накость, ты уже не знаешь, куда бежать и куда прятаться. Этот страх уже, я не знаю, уже нервы просто не выдерживают. Я не представляю, что это будет, если это будет продолжаться еще дома. Российские войска ведут огонь по Херсону с левого берега Днепра, с временно неподконтрольной части области. Их цель – запугать жителей, превратив город в серую зону. Только за прошлые сутки российские войска атаковали Херсон более 16 раз. Погибло 4 мирных жителя. Областные власти призывают людей выехать в безопасные регионы. Дарья Литовченко, Денис Синченко для телеканала Freedom.